Павел Грудинин присоединяется к нам в студии «Дождя», и вместе со мной вопросы будет задавать Валерия Ратникова, автор сюжета. Павел Николаевич, добрый вечер. Здравствуйте. Вы весь сюжет улыбались, хотя на самом деле смешного мало, потому что, учитывая то, что против Николая Бондаренко, по словам ваших однопартийцев, из КПРФ тоже готовится уголовное дело, не боитесь ли вы, что дойдет и в вашем случае до этого, если вы не прекратите политическую деятельность? Есть такая поговорка в России, от тюрьмы от суммы не зарекайте. Это было давно, это не сейчас. Хотя, в принципе, ничего не изменилось. И поэтому все мы с вами, между прочим, ходим под уголовным делом. Если вы не там перейдете дорогу, ну, кому-нибудь, может, и вам солистируют. Помните, подбрасывание наркотиков, оформление различных несуществующих документов, которые... Поэтому, скажем так, любой гражданин Российской Федерации в нынешней парадигме власти имеет возможность получить уголовное дело. Другое дело, что политики, они более подвержены, скажем так, давлению. Да. А что произошло сейчас? Вы оказались в списках. Уже пора в начало предвыборной кампании, уже конец предвыборной кампании, можно сказать, через меньше, чем полтора месяца уже выборы. Почему? Что произошло именно сейчас? Почему вот в августе почти что вас исключают из списка? Ну, вы спрашиваете о том, о чем я не знаю. Почему? Это нужно знать мотивы тех, кто это сделал. Есть, на мой взгляд, версии определенные. Вот Аббас Голямов сейчас одну из них произнес. Слишком большой рейтинг у КПРФ и люди, которые известны. Их нельзя ставить в первую тройку, потому что это фактически такие паровозы. И понятно, кого-то это забеспокоило. Почему это видно по документам, которые были предложены? Это такая не спонтанная акция, а заранее подготовленная. Ну, может быть, топорно сделанная, но сегодня, если вы сегодня были на этом мероприятии, да? В смысле, делали. Видели, как все это происходило? Заготовленные выступления членов ЦИК о том, они вдруг выяснили, что такое Белиз, и читали законодательство Белиза. Другой там поднял документы, это было тоже видно, что он подготовился еще 16-го года. Вопросы, которые потом ни с того ни с сего взявшийся человек, который вообще не мог высказываться по этому поводу, потому что это вопрос-то касался утверждения списка. Вы имеете в виду представителя как раз вашей бывшей женой? Ну да, но это, еще раз, это не представитель жены, это представитель рейдеров. Об этом говорили, о том, что Полихата и Саблина. У нас, к сожалению, законодательство так устроено, что мы с вами можем стать участниками ИСК про Владимира Полихаты, в том числе и к вам, и к телеканалу Дождь, поэтому давайте вот без слова рейдера по отношению к нему. Вы знаете, я вам... Я прошу прощения, что вынужден вам это говорить. Оно ругательное. Я только что недавно проиграл суд, в котором, кстати, участвовал один из тех, которые вчера в московском комсомольце называли себя адвокатами Ирины Игоревны. Она говорит, где меня называли олигархом, оказалось, что это никакое не оскорбление, это суждение, мнение человека, поэтому это мое личное суждение. Вы за это и я не должны пострадать. Хотя на самом деле у нас закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Ну, если возвращаться к выборам. Да, я хотела, раз уж вы заговорили о выступлении Артема Игнатинга, как раз представителя, ну, по крайней мере, как он о себе говорит, Ирины Грудининой, хочется просто в начале нашей беседы по деталям пройтись, которые он представил. Вот он там показывал документы, значит, бракоразводного процесса, решения суда, в котором упоминалось этот офшор белийский, собственно, за который вас снимают с выборов, и говорилось, что вам в ходе бракоразводного процесса, я попрошу коллег показать эти слайды, которые он показывал, досталось около 16 тысяч акций. Потом он показывал недавнюю выписку тоже из Белиза 14 июля этого года, где тоже вы значились владельцем этих офшоров. Что вы на это ответите? Просто чтобы мы сразу оговорились по существу. Я вам уже показывал документы, которые подтверждают слова, мою правоту и правоту моих юристов о том, что никакого офшора, который принадлежал бы Грудинину Павлу Николаевичу, с 5 апреля 2017 года не существовало. Этот офшор, который был, а этот офшор, кстати, не имел расчетных счетов, и никаких денег никуда не выводилось, по одной простой причине, мы никогда, совхоза имени Ленина никогда не выплачивал дивиденды. Соответственно, если дивиденды не выплачиваются, то и деньги не выводятся никуда. Но в 2018 году, при регистрации меня к кандидатом в президенты, меня проверили, я вам могу сказать, не то что под лупой, под микроскопом, и никаких офшоров на тот момент не было. Было доказано, что есть председатель Совета акционеров, который владел с 5 апреля 2017 года, по декабре 2018 этим офшором, который он закрыл. И тоже были сегодня предъявлены документы, причем не те, которые ксерокопии, которые показывал Игнатенко, а реальные документы с герновыми печатями, с постилем, со всеми необходимыми вещами, которые приняты в тех краях. Надо, у них показывали на выходе. Да, значит, и там все четко видно. И поскольку ни избирательная комиссия, ни налоговая инспекция России, никто не сомневался на протяжении трех лет, что у меня нет никакого офшора, вдруг, по заявлению юристов вот этих вот, нехорошее слово, скажем так, которые представляют фирму, которая напала на совпоследствия Ленина, и мы больше тысячи судов уже провели за эти три года. И вот эти вот, кстати, Игнатенко, он же представляет интересы не только моей бывшей супруги, но и Рота Агры, и пайщиков, которых не существовало. Я вот слушал там и удивлялся. В совпоследствии Ленина никогда не было паёв, но почему-то появились пайщики, которых с 2000 по 2015 год мы четыре раза выиграли все суды, доказывая, что пайщиков быть не может в акционерном обществе. А они почему-то часть называли себя пайщиками и пошли. И в результате арестовали просто земли. И три года у нас земля арестовала. Другие акционеры, так вот которых тоже защищает Тагнатенко, а это фирма Юст. Есть такая фирма Юст, очень известная. У них там больше 20 юристов задействовано на захвате совхоза имени Ленина. Они стали как будто бы прислать акционеров миноритарных, но главное же не это. Главное в том, что в России не работает закон. В России работает телефонное право. И если внимательно кто-нибудь посмотрит, как движутся дела, вот вы обнаружите такую интересную вещь. Как только Геннадий Андреевич Зюганов и КПРФ выступают против пенсионной реформы, совхоз проигрывает все суды. Как только Геннадий Андреевич и партия выступают против поправок в Конституцию, совхоз проигрывает все суды. И в этом смысле вы получаетесь, уж простите за, может быть, резкое высказывание, но козлом отпущение. Потому что, вот Зюганов говорит, что он против пенсионной реформы. Речь ПРФ растет. Ваше дело, соответственно, страдает из-за этого. Президентская кампания. Зюганов не участвовал. Вы говорили от лица партии те лозунги, которые нравились россиянам, в том числе про пенсионную реформу. Опять страдаете вы сюжетами на федеральном телевидении. И сейчас выборы. Вы номер три в списке. Ваше исключение, опять же, как уже отмечают некоторые политологи, добавляет протестных голосов КПРФ, потому что раз исключают, значит, КПРФ действительно за правду. Партия в плюсе. Вы и не кандидат, и совхоз имени Ленина страдает, и вы как предприниматель страдаете, и как кандидат страдаете. Ну, во-первых, вы должны помнить, что страдает вся страна. От того, что не выполняются те предложения, которые предлагает КПРФ в развитии страны, страдает не Грудинин конкретно, Левченко, который тоже сидит, сын Платошкин, который, ну и там многие другие, в том числе удальцов. А страдает вся страна. Ну, а мы, как люди самые близкие к партии, тоже страдаем. Но вы тоже страдаете. Потому что приходите в магазин и видите, как цены растут. Это понятно. Но в этом смысле, согласны ли вы с утверждением, что вы, по сути дела, в этой ситуации проигравший, а партия в той или иной части победитель. Потому что партия не проигрывает от вашего исключения из списка. Я бы так не говорил. Все здравомыслящие люди, которых можно действительно назвать патриотами, все проигрывают от того, что происходит в стране. Ну да. А что думаете, другие предприятия, вот Геннадий Андреевич об этом говорил, из 15 предприятий района, 14 были уничтожены вот этими единороссами. 14 прекратили свое существование. Это значит, люди потеряли работу. Земля местами заросла буреном, а большая часть была застроена абсолютно нечеловеческим образом. Страдали леса и все остальные. Это все мы с вами страдаем от того, что сейчас проходит вот такая совершенно бездумная политика государственная. Понятно, что как-то все на нас отражается, но вы не чувствуете себя человеком, который в любом случае в проигрыше. Нет. Я чувствую себя... Брошенным партией. Я чувствую себя человеком, пострадавшим за правое дело. Но вместе со мной страдают и работники совхоза, и дети работников совхоза, ну и многие другие. Я могу, если у нас будет, конечно, время потом рассказать, как на самом деле, из-за того, что на нас напали рейдеры-единороссы, как страдает весь совхоз. И вы увидите, что жизнь за последние три года очень сильно ухудшилась в хозяйстве. Ну, и не только в хозяйстве, но это вообще вокруг. Но дело же не в этом. Это общая тенденция. Когда закрываются заводы, сельхозпредприятия, когда люди ищут работу, когда не могут прокормить детей, когда пенсионеры получают нищенские зарплаты. Для того, чтобы что-то изменить, надо так или иначе бороться. И, конечно, что когда вы начнете бороться, сами будут иногда подлыми методами, такими, как сегодня расправляться. Но это не только мы. Это нужно понять, что всем нужно объединиться, консолидироваться и пойти на выборы. Потому что два варианта. Либо нас доведут до революции, бунтов, а это самое страшное, что может быть. Либо мы через бюллетень, который, как один человек сказал, страшнее пистолета или пули. Через бюллетень решим эти вопросы. Я вот к вам, к журналистам, хочу обратиться. Вы понимаете, что вам нужно сделать все, чтобы люди пришли на выборы и проголосовали? Это уже люди сами решат. Мы даем им независимую, честную информацию. Вы тоже люди. И если вы в своей семье, где-то среди друзей, знакомых, побудите их пойти на выборы, это не так сложно. Она говорит, ну, тогда мы, может быть, что-то изменим. Лев. Да, еще хотел немножко по деталям пробежаться. Вот оговоримся на наших зрителей. Вся эта история случилась, да, и сегодняшнее это заседание, и рабочая группа, где обсуждался вопрос вашего исключения, случилась из-за письма вашей бывшей жены Ирины Грудининой или Помфиловой, да. Вы сегодня показали его нам, что там было конкретно написано. И она, собственно, обвиняла вас в том, что вы хотите отобрать у нее дом, уничтожить бизнес, что вы не дали ей компенсации, которые ей положены по суду. Можете ответить на эти обвинения? Почему вообще они появились? Ни одного слова правды в этом письме не было. Я просто не сторонник выносить ссор из СБ или там, ну, как это, критиковать кого-то. Есть только одно. Действительно, к сожалению, моя бывшая супруга стала таким оружием в руках рейдеров. И она абсолютно ими подконтрольна. Поэтому я даже не могу объяснить, почему она делает такие вещи, хотя она прекрасно знает, что все деньги пришли на ее расчетный счет. Что никаких... Сегодня был такой разговор, что она боится за свою жизнь. Ну, это глупости. Она об этом говорила в письме, да? Ну, слушайте, ну, абсолютно... Ну, да. Больной, пожилой человек. Да. Ну, что теперь сделаешь? Ну, еще раз. Мы расстались с моей женой 12 лет назад. Я ее с тех пор не видел. И я счастлив. У меня прекрасная семья. Я не чувствую себя как-то виноватым перед ней, естественно, потому что, ну, скажем так, у нас общие дети. Ну, да, один меня предал, старший сын, а младший действительно хороший парень. У меня много внуков, я их люблю. Вот. И нужно думать о будущем. Мы все время начинаем копаться в прошлом. Давайте подумаем о том, как хорошо будет жизнь после выборов, после того, как коммунисты победят, и жизнь изменится в лучшую сторону. До этого будущего слишком долго ждать, по крайней мере, целый месяц должен пройти. Целый месяц должен пройти. Давайте вот в недалекое прошлое, совсем прям недалекое, окунемся. Когда обсуждались списки партии КПРФ на выборы, не было мысли, понятно, что Зюганов сегодня говорил в интервью Лере, что списки не согласовывалась администрация президента, и, судя по всему, так оно и было, раз вы там оказались. Не стоило ли, возможно, сыграть как-то поаккуратнее, оказаться, может быть, в конце списка, может быть, не так нарочито идти на выборы, чтобы оказаться... По одномандатному округу можно будет, может быть, в Ленинском районе избираться. Вы должны понять. А то вы пошли прямо на рожон, и понятно, что вас сняли. Вот понятно, что это немножко порочная логика, но все равно можно похитрее, может быть, как-то... Знаете, вот это похоже на то, что, знаешь, если ты пошел с этой стороны дома, ты бы на хулиганов не напоролся. Но поскольку ты пошел с другой, ты сам виноват. Нет, тут нет такой логики, тут есть другое. Комитическая партия Российской Федерации абсолютно, в этом смысле не подконтрольно, как вы говорите, администрации президента. У них там все решения принимаются президиумом, центральным комитетом, ну и в первичных организациях. И кто куда пойдет и как, это не решает лично Зюганов или лично я. Это там президиум сидел. Я узнал о том, что я третий в списке, сидя в президиуме, слушая, как Геннадий Андреевич читает. Со мной это не согласовывалось. Был только один разговор, что ты пойдешь на выборы с нами, а я же помню, тебе беспартийник, хотя сегодня у меня была мысль вводить заявление в партию. Это похоже, знаете, на что, когда в сложные бои по защите Великой Отечественной войны некоторые люди, сидя в окопах, перед атакой писали заявление о вступлении в партию. Вот я сегодня сидел и думал, что мне, наверное, пойти нужно в партию. Потому что единственная политическая сила, которая показывает, что она оппозиционна, из так называемых системных партий, это единственное, это КПРФ. И если вы назовите хоть одну еще организацию, в которой такое количество репрессированных, ну или там преследуемых кандидатов, то я вам руку пожму. Но везде, вот сегодня утверждали вместе с КПРФ в списке эсеров. Ну, слушайте, у них все хорошо. Они так вычистили списки, так, видно, все согласовали, что вообще никаких проблем. А вот у нас, видите, проблемы у Донаренко, проблемы у Казанкова, ну, у Сергея, сына Ивана Ивановича, проблемы у меня, у Платошкина, у Дальцова, ну, у многих, тех, которые вошли в эту левую коалицию. Еще раз, но если вы думаете, что надо сдаваться и не бороться, то вы неправы. А почему вы раньше в партию не вступали? Уже выдвигались уже президенты. Ну, понимаете, это же коалиция партийных партий, то есть коммунистов и беспартийных. Это было всегда. И я считаю, что я же, если помните мой жизненный путь, я же был в Единой России. Я был доверен лицом Путина. Просто когда ты вынужден выбирать между своими принципами личными и партийной принадлежностью, ты что должен выбрать? Я выбрал партийную, то есть не партийную принадлежность, а личные принципы. И я абсолютно согласен с партией КПРФ, которая выдвигает требования уменьшения пенсионного возраста, повышения пенсии, ну, многое. То есть это все созвучно моей, ну, скажем так, жизненному креду. И я считаю, что я еще подумаю, но я такой себе поставил, поскольку из Единой России ушел, написал заявление и ушел, что когда-то я буду готов к тому, чтобы вступить в КПРФ. Просто чем больше нас гнобят, тем больше желания объединиться. После предвыборного съезда КПРФ, где, собственно, объявили, что вы будете третьим номером в списке, такое ощущение, что мы не видели от КПРФ какого-то активного ведения избирательной кампании. Вот уже 24 июня объявили, что идут на выборы, да, но как бы дальше мы не видели какой-то активной агитации, еще чего-то. Почему не вела партия кампанию активно? Вы ждали, пока согласуют списки. Я не разрабатываю предвыборную стратегию. Я к этому не имею отношения. Вы все-таки в федеральном списке были? Нет, подождите. Я могу вам сказать, что этот вопрос не обсуждался, хотя он наверняка в президенте обсуждался. Но вот мое мнение, что летом тратить время и заставлять людей думать о выборах, ну или там что-то, сейчас есть другие совершенно проблемы. А потом будет время. Хотя вот тут я с вами, знаете, в чем я соглашусь? Вы видели выступление Дениса Парфенова Рашкина в Москве? Они устраивают встречи. Да, вы видели, как себя ведет Бондаренко, как ведут себя в регионах, там Мария Просакова в Алтае, там много, я могу их назвать, там поименно первых векторей, которые действительно много делают для того, чтобы активно проводить кампанию. Но федеральной кампании пока еще не началось, потому что есть определенное законодательство. Вы должны понимать, когда вы становитесь, вот сегодня все мои товарищи, кроме меня, стали кандидатами. Им раздали так называемые мандаты, да? И после этого они могут совершенно, ну, по закону, совершенно активно заниматься избирательной кампанией. Поэтому вопросы больше стратегии не ко мне, но я думаю, что в ближайшее время вы увидите активность КПРФ. А вы не финансировали компанию, вот эту компанию КПРФ? Никогда. Я вообще никакую компанию КПРФ не финансировал. Все эти глупые разговоры абсолютно гибридные. Почему вы могли как бизнесмен, как директор самопоза? У нас есть принцип. Мы занимаемся благодарительной помощью, допустим, малообеспеченным, детям, пенсионерам. Мы занимаемся развитием производства, мы занимаемся социальными. И наш лучший, ну, скажем так, вклад в имидж КПРФ это то, что мы сделали на протяжении многих лет. Нас не зря называют территорией социального оптимизма и народным предприятием. Геннадий Андреевич об этом много говорил. Но покажите мне, кто еще из политических партий могут предъявить вот такие вот достижения, какие достигли. Вот Сумароков в Иркутской области, Казанков, Морел, Богачев на Ставрополье. Мы, значит, у нас такой социализм, переходящий иногда в коммунизм. И Геннадий Андреевич говорит о том, что если вы хотите увидеть, как нужно жить в России, даже вот в условиях такого псевдокапиталистического общества, вы должны приехать к нам. Это наш лучший вклад, на мой взгляд, в общее дело победы социализма в Российской Федерации. Вот вы как сформулировали, пострадали за правое дело, и не исключаете, что может быть уголовное дело против вас после всего этого. Вы собираетесь оставаться в России в ближайшее время? И вообще, какие у вас планы политические, может быть... Вести политическую деятельность? Да, вести политическую деятельность. Вопросы мне постоянно задают. Я никогда не уеду из стран. Хотя, я думаю, многие наши оппоненты просто мечтали, чтобы я уехал. Но, понимаете, как... Это несколько другое. У меня, ну, правда, к сожалению, в этом месяце, 3 июля, мама умерла, но папа жив, слава богу, и в 89 лет. Она говорит, у меня куча родственников. У меня, у моей жены, теща, лежит парализованный, кстати, деньги, которые мне меняли в вину. Я занял за границей, кстати, мой товарищ пострадал от этого. Оказывается, если вы взяли деньги за границей и положили на свой расчетный счет заграничный, то вы заплатите штраф в размере 100% от суммы. Он заплатил огромные деньги. То есть на него наложили первый в России штраф. Так что не только я и мои друзья, к сожалению, страдают из-за того, что мы такие, скажем так, активные, несговорчивые. Но мы не сдаемся рейдерам, которым на самом деле очень хочется не только уничтожить совхоз Ленина и получить всю землю, но и уничтожить директора, потому что я вроде как основа защиты совхоза. Павел Николаевич, вы начали говорить про то, что КПРФ самая гонимая структура политическая в России. Но, конечно, в этой ситуации нельзя не вспомнить про Алексея Навального и его организации, так скажем, которые признаны экстремистскими и иностранными агентами, запрещенные в России фонд борьбы с коррупцией, которые тоже гоним. Почти все кандидаты либо уехали из страны, либо недопущенные к участию в выборах, либо их жизнь похожа на ад. Яркая история кандидатки из Мурманска, которую насильно запихнули в антиковидный госпиталь. При этом идет параллельно кампанию умного голосования. Вы поддерживаете, как вы считаете, поможет ли протестный электорат консолидировать в том числе не только КПРФ, но и умное голосование, например, благодаря которому многие кандидаты от КПРФ имеют еще больше шансов на прохождение в Государственную Думу? Давайте так, умное голосование, насколько я понимаю, это консолидация вокруг одного и более одного кандидата, но не члена правящей партии. Большая часть в этом смысле коммунистов. Мы абсолютно убеждены в том, что коммунисты так хорошо подготовились, что 344 кандидатов депутаты, которые пошли от КПРФ, все без исключения достойны быть выбранными в качестве цели для того, чтобы провести их по умному голосованию. На самом деле, я давно говорю о том, что если принять такой тезис, который уже давно ходит, что Отечество в опасности, а Геннадий Андреевич об этом говорит, то, конечно, нужно объединяться. Объединяться не по принципам «я либерал, а ты коммунист, а я социалист», а по принципу того, что надо спасать страну. А страну есть от чего спасать. Потому что, если вы видите наши рейтинги в мире, то поймете, что в богатейшей стране мира самое бедное население. Это ненормально. И бороться с бедностью знает, как это делали социалисты, коммунисты во многих странах. И у них это получилось. Я не буду предпримать примеры Китая, допустим, Вьетнама и других стран, которые за эти 20 лет рванули так, что теперь уже их опасаются, экономической мощи опасается весь мир. И с ними приходится считаться. Но я могу сказать, что принципы, например, которые предлагает КПРФ с точки зрения распределения, например, минеральной сырьевой базы, как это говорит Геннадий Андреевич, но по-другому газа, нефти, из Норвегии, если взять, хотя это не социалистическая страна, но принципы социалистические, там недра принадлежат народу, это то, что предлагают коммунисты. Если вы приедете в Израиль, вдруг обнаружите, что там регулируются цены на... Вы говорите все-таки, прошу прощения, что прерываю, о политической программе, которая не всегда является, ну так скажем, в нашей немножко сломанной избирательной системе, несоревнованием политических программ является и является сути выборов. Здесь в этом смысле... Что же есть в выборах, по-вашему? В идеальном мире, соревнования программ. Подождите, подождите, в нашей стране, вы сейчас сказали, что в нашей стране это не является, а в какой... Что у нас? Ну, по сути, умного голосования, суть выборов в том, чтобы проголосовать не за правящий парень. Не правящий парень. Это один из принципов, но как только... Ну вы-то его поддержите. Допустим, предположим, ну я, конечно, его поддерживаю, я о другом. Как только эти люди побеждают, то они должны как с какой-то программой выйти. Это же не просто так. И вот... Вот давайте так. Вы упомянули Навального. Вы против коррупции? Все против коррупции. Подождите. Нет, не все. Коррупционеры за. Ну, они даже коррупционеры говорят, что... Те, которые голосуют... КПРФ предлагает противнифицировать 20-ю статью Конвенции о борьбе с коррупцией, а большинство в Единой России против этого. И вы должны сразу понять, что те, которые голосовали против, это не люди, которые не хотят разбираться с коррупцией. Те, которые взяли и освободили наших олигархов, ну пусть провластных, от налогов, те, скажем так, нанесли ущерб стране. Это же надо понимать. Те, которые не поддерживают предложение КПРФ о уменьшении пенсионного возраста, уменьшении пенсии, это тоже враги. И я как-то сказал, что враги КПРФ и враги России это примерно одни и те же люди. Вот и все. И поэтому, когда мне говорят, что ты олигарх, я не олигарх. Я не поддержан властью, я не крупный бизнес. Когда говорят мне, что вот вы там офшор какой-то, до офшора не было счетов. И поэтому никаких дивидендов мы не выплачиваем, у нас социалистические принципы хозяйствования. И поэтому, не потому, что Генн Андреевич и КПРФ хотели меня подставить, а потому, что они хотят показать, как на самом деле можно работать в России и как можно жить. А если вы приедете, там мельком у вас проходили там кадры, детский сад в виде замка, у нас их таких два, лучшая школа в России. Мы, вот в прошлом году, Геннадий Андреевич открыл у нас бассейн. И мы всем детям наших работников бесплатно обеспечили на год вхождения в этот бассейн. И еще выдали всем премию своим работникам, чтобы тоже они купили, скажем так, абонементы и ходили бесплатно в этот бассейн. К слову о Геннадии Андреевича, он в последнее время особенно активно клеймит Навальнятину, как он это называет. Вы сказали, что вы поддерживаете стратегию нового голосования, Алексей Навальный, а вы самого Навального считаете политическим заключенным? Или вы солидарны с Геннадием Андреевичем? Я считаю, что никого нельзя сажать за его слова. И сегодня Геннадий Андреевич об этом тоже говорил. Что еще Екатерина сказала, по-моему, что надо сажать за дела, а не за слова. И я считаю, столкновение мнения это очень хорошо. В споре рождается истин. Я гораздо меньше знаю, чем знает Геннадий Андреевич, потому что у него доступ к информации гораздо шире, но я точно знаю, что никаких политических респрессий в демократиях быть не должно и не может. И я против посадок оппозиционеров, каким бы они цветом там себя не красили, либералы, коммунисты, социалисты, ну и все остальные. То есть Навальный политический заключенный? Я убежден в том, что его посадили не за как это, Криволес, или что там? Кирвелес делал. И в России. Кирвелес это делал раньше. что это абсолютная политика. И его, ну скажем так, он говорил правду, наверное, потому что если бы он говорил неправду, это было бы совершенно по-другому. Его посадили за клевету, а ведь никто за клевету его не посадил. Спасибо большое. Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина, был в нашей студии. Обсуждали снятие Павла Грудинина с выборов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok